Всем привет! Всем привет, любители хорошей музыки и годного контента. В эфире онлайн-видео-чат на Муз.ТВ, который происходит при поддержке социальной сети ВКонтакте. Заходите в официальную группу Муз.ТВ, именно там. Заблюдайте за нами, пишите ваши вопросы, лайкайте и голосуйте в наших рубриках Фан-Фанты. Сегодня у нас в прямом эфире потрясающая артистка, молодая, но такая талантливая. Мэри Гуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Так, сразу вначале я тебе расскажу, что у нас идет голосование. У нас есть рубрика Фан-Фанты. Это три задания для артиста. И, собственно, то из них, которое побеждает, ты и должна будешь выполнить. Сейчас я их зачитаю. Первый вариант. Пропеть объявление станции в метро. Да, у тебя просто был один ролик в Инстаграм, где ты пела про пирожки. Пирожки с мяшем, да, и так далее. И мы решили, что это будет забавным. Пропеть забавные фразы, которые вы оставите в комментариях. Это для вас, зрители. Пишите нам комментарии ВКонтакте, либо в официальном аккаунте МусТВ в Инстаграм. Мы их все соберем в кучку. И третий вариант. Сыграть в игру было-не было. Ну, ничего такого, да, что, знаешь, нужно зашпаклевать, перебрать горох. Нет ничего сложного. Итак, это, значит, у нас официальная группа МусТВ ВКонтакте, где идет наша онлайн-трансляция. Но у нас есть новая рубрика «Лайк от звезды», которая проходит в Инстаграме МусТВ. Мы выложили фотографию, пост с твоим изображением. И под ним будет, наши зрители будут писать варианты смайликов. Потому что ты сейчас в начале оставишь смайлик, который, может быть, характеризует твое настроение, олицетворяет состояние твоей души. Неважно, все, что придет в голову. Любой эмодзи, смайлик, то, что есть у нас в мобильных устройствах. И, собственно, мы выберем победителя. Ты определишь его, может быть, либо первый, кто оставил правильный вариант, либо хаотично. Мы зайдем к нему на страницу, лайкнем последние три поста, и ты прокомментируешь со своего аккаунта. Это будет звездный подарок. Итак, держи тебе табличка, маркер. Только постарайся это делать вдали от глаз видеокамер. Так, а я еще напомню, что у нас есть прекрасный вот такой блокнот звездный, в котором артисты оставляют свои пожелания. И в том числе в конце нашего лайф-видеочата Маригу тоже сделает здесь свою запись. И когда-нибудь обязательно настанет момент, когда мы разыграем этот чудесный ежедневник с пожеланиями, заряженный на успех прямо на сто процентов. Так что ждите. Возможно, вы или ваши дети когда-нибудь его выиграют. Ты все сделала? Да, все. Тогда мы все это оставляем на потом. Аккуратненько я это убираю. Надеюсь, меня не было в кадре видно. Итак, первый вопрос хочется задать тебе такой. Почему все-таки Маригу, то есть такой, знаешь, англи... англи... англинизм. То есть, да, почему все-таки ты выбрала... Я поняла, поняла суть. Да, может быть, это в будущем на запад хочешь рвануть? Да нет, на самом деле, все очень просто Мэри, во-первых. Мэри. Мэри. Мэри, гу, потому что это две первые буквы моей фамилии девичьей, а Мэри, ну Маша, Мэри, все так просто, я перевела так и думаю, ну это более-менее слушабельно, типа Маша, Мэри. Понимаешь? А как давно ты его придумала? Так, когда начала вести Инстаграм, тогда я придумала. Тоже думать особо не пришлось, знаешь. Ну это когда приблизительно? То есть, с момента его основания, появления, или ты залетела чуть позже? Нет, нет, с момента появления лет, господи, я не знаю, сколько мне лет, 27, значит 6, 6 лет назад, примерно. Но ты когда, собственно, начинала, наверняка уже были конкуренты, на которых ты просто смотрела, и сейчас тебя раздражает или нет? Как ты относишься к тому, что листаешь список iTunes, и ты просто не понимаешь псевдонимы этих артистов, их имена, эти группы, ну они появляются каждый день, как грибы после дождя. Есть очень талантливые работы, но ты язык можешь свернуть, то есть тебя это как, напрягает? Или ты все-таки считаешь, что, ну это вольное, вольное заявление любому человеку? Конечно, конечно. Если человеку хочется так себя выразить, то, наверное, у него на то есть причины, какая-то расшифровочка там интересненькая кроется. А мне интересует только музыка, если я захожу на iTunes, никнеймы меня мало волнуют. Так, вопрос тогда. Насколько ты заглядываешь в будущее и представляешь ли ты себя там лет через 30? Это я к тому, что все-таки Мэри Гу, вероятно, может быть, я не прав, может, ты меня поправишь, псевдоним сценический, который все-таки, наверное, имеет какое-то возрастное ограничение. Ну, ограничение, да, то есть если тебе будет 60 лет, условно, представляла ли ты себе когда-нибудь, что тебя объявляют там на сцене Мэри Гу, там, Кремлевского дворца съездов? Нет, кстати. Впервые я задумывалась о том, что мой век будет, возможно, долгим и, возможно, придется с этим столкнуться. Я думаю, что мы как-нибудь, да, адаптируемся. Я думаю, что реалии будут уже другие, и это будет вполне себе нормой. То есть не видишь в этом проблеме? Да. Да. Ну, то есть ребята же наверняка так же на перспективу не думали особо. Ник – это то, что отражает тебя сейчас, а дальше будет как будет. Но, кстати, например, Владислав Рисовец недавно сказал, что он просит не называть его Блад, потому что он где-то вычитывал, что кармически, если сокращаешь там имя, фамилию и так далее, то ты урезаешь там половину успеха условно. Об этом ты думала, читала, что-то изучала? Слышала. Слышала? Слышала про такое, но, если честно, я слабо в это верю. Мне кажется, успех зависит немножко от других вещей. Вот, вряд ли, если вы уберете пару букв из моего имени, что-то изменится в моей жизни, в творческой деятельности и так далее. Так что не переживай об этом. Я ознакомился с твоей биографией, она очень плотная, насыщенная. И первое, что я хочу сказать, это очень приятно, что ты один из немногих артистов, кто имеет очень такое весомое образование и вообще, в принципе, знает нотную грамоту, все, что с этим связано. Сейчас это редкость. Как ты относишься к артистам, тем, кто находится с тобой в одном поле, кто не имеет музыкального образования, кто... Ну, то есть ты, наверное, слышишь все равно, как музыкант, что не хватает базы образовательной под тем, что делает артист. Тебе обидно за профессию, потому что ты выбрал это делом в своей жизни? Нет, ни в коем случае. Почему обидно? Я думаю, что у кого-то получается хорошо и без образования. В моем случае это было такое идеальное комбо. Типа, возможно, у меня получилось бы, но кто знает. Хорошо, что у меня есть образование, и у меня есть чем козырнуть теперь. Я знаю ноты. Ну и что? Многие не знают ноты, но делают при этом классный материал. Стреляют хитами. Так что, ну, это по желанию. Захотите получить музыкальное образование? Пожалуйста. Нет? Ну и, в принципе, можно стать кем угодно без него. Я так думаю. Ну, вообще-то, учитесь. Я же, что, 15 лет зря потратила? Что-то такое-то я должен был быть. Господи, первый человек, который реально говорит, мне кажется, грамотно. Ну, видишь, учитесь, пожалуйста, молодежь. Немножко нравоучение нам. Потому что сейчас очень, знаешь, популярно, когда известные люди начинают говорить. Я там без образования, или там легенды придумывают, что все так просто, что не нужно вообще, в принципе, ничего делать. Это, мне кажется, останавливает развитие. Да, мотивации в этом немного, конечно. Сейчас же люди получают все из ничего. И поэтому я училась 15 лет, если что. Кому интересно, 15 лет, и вот, и вот я здесь. У тебя непростая такая достаточно судьба. Да. Я почитал, где-то, я думаю, углы сглажены и так далее. Мы сегодня постараемся об этом поговорить, обо всем. Ты захотела играть на фортепиано. Откуда ты это подсмотрела? Это в детстве. Откуда ты это подсмотрела? Из клипов, из, может быть, фильмов? Откуда это было стремление? Помнишь ли ты? Честно говоря, нет. Вообще у меня семья вся музыкальная. То есть дядя у меня играет в аккордеоне, все поют, что-то происходит. Наверное, вообще этот вкус к музыке у меня появился отсюда, из моей семьи. А фортепиано конкретно почему? Не знаю. Может, я посмотрела «Титаник» и там, знаешь, что это фортепиано? Орган там был. И мне показалось, что клавиша – это так, ну… Сексуально? Ну, нет, за счет, что мне могло в пять лет показаться сексуальным органом, нет, вряд ли. Ну, то есть это было красиво, меня, возможно, очаровала эта картинка. Я попросила у бабушки по ним, да. Ну, это хорошо. Девушка с баяном, мне кажется, выглядела… У меня и аккордеон был потом, между прочим, но что-то у нас не сложилось, конечно. Как тебе давалась учеба в музыкальной школе? Потому что я прочитал, что, собственно, с ростом временных отрезков твоего нахождения в школе, там увеличилась какая-то база, опять же, нужно было учить ноты. Тебе в какой-то момент перестало нравиться, и бабушка надавила в какой-то момент… Надавила, да. Потому что чем старше ты становишься, тем сложнее материал, да, все правильно. И тем, собственно, ты сам растешь, тебе хочется тусоваться со своими сверстниками. Пуберта. Да, а времени нет на это, потому что нужно все время играть на этом чертовом фортепиано. Я заклеивала скотчем, я рвала ноты, я отказывалась идти в музыкальную школу, тем не менее бабушка мне надавила, правильно ты сказала. Ну, то есть применяла какую-то силу. Физическую, нет, морально. Она, знаешь, умеет расстраиваться, как бабушки делают. Ну вот, и ты чувствуешь себя виноватым, и тебе так от этого плохо. И ты, ну, это способ манипуляции, ты сделаешь все, что она скажет. И вот она попросила меня, ну, пожалуйста, доучись. Я доучилась, потом еще и в институте тоже ради нее получила диплом. Потому что по факту сильно не хотелось учиться. Бабушка сказала, надо. Я училась. Скажи, пожалуйста, видимо, с твоих слов, где-то ты, может быть, давала интервью, эту биографию написали. Фигура мамы обсуждается так достаточно, ну, не то чтобы вскользь, но, скажем, я так понял, что в воспитании она принимала твою незначительную роль. Ну да, все так. То есть она занималась там личной жизнью или чем? Там просто описано про какие-то проблемы с законом. Ну, в целом это ее, как бы, ее жизнь. Я ее не люблю обсуждать, потому что она меня особо-то и не касается, может быть. Не хочется придавать согласки какой-то. Нет, в моем воспитании она, опять же таки, не принимала какого-то участия. Прямо участия бабушка меня воспитывала, а мама, но она появлялась периодически, и все. Про папу вообще ничего особо не сказали? Ну, папа не было. Папа не был, понял. Ну, он, то есть ушел там до твоего рождения? Они не были женаты никогда. А, все, понял. Да, то есть и он умер, я была еще в институте, училась, и как бы... Ну, у меня тоже не очень простая судьба, извини, что я так выгружаюсь. Просто зрителям интересно узнать все равно, да, какие-то личные подробности. Задавала ли ты себе вопрос, когда уже повзрослела, потому что я себе такой вопрос задавал. Соответственно, что мама, ты говоришь, не очень принимала участие в твоем воспитании, но отсутствие ее в твоей жизни, вероятно, значит, что все-таки она, может быть, принимала участие отсутствием своим. То есть, понимаешь, да, о чем это? То есть, когда ты растешь, то ты понимаешь, что отсутствие фигуры одного из родителей делает тебя, возможно, сильнее. То есть, ты формируешься все равно как человек, даже несмотря на... Вот расскажи, пожалуйста, про это. Про формирование? Ну да, то есть, что в тебе... Какие, может быть, черты характера от отсутствия мамы, скажем так? Слушай, я не могу сказать конкретно, какие. Но мне кажется, я никогда не узнаю, что было бы, если бы. То есть, нет никакой альтернативы. Возможно, я более жесткая. Может быть, я была бы мягкотелой, и у меня не получилось бы то, что получилось сейчас. А может, и нет. Ну, кто его знает? Ну, то есть, может быть, я, наоборот, была бы лучше. Просто, знаешь, психологи говорят... Просто у меня очень похожий случай. И... То есть, нам кажется, что мы неправы, что мы в чем-то виноваты, мы себя виним, что мы плохие, нас недолюбили. И из-за этого ты пытаешься доказать маме, папе, что ты чего-то стоишь, что тебя можно любить. И рождается такая черта характера, собственно, как вот упорство, что ты достигаешь чего-то. То есть, вот это является двигателем в жизни. У тебя это присутствие, какой-то внутренний голос, что ты все равно внутренне нуждаешься в оценке положительной мамы, бабушки. Возможно. Возможно, раньше, когда я была чуть моложе, у меня действительно присутствовала какая-то обида на мир, на несправедливость, как мне казалось. Потом я повзрослела чутка, зрелость, она принесла с собой отставочка мудрости. И мне, в принципе, сейчас не доказать хочется, что я чего-то достойна, не разочаровать скорее тех, кто... Ну, бабушку то же самое. Ради нее. Не ради тех, кто там... У тебя никогда ничего не получится. Мы тебя не любим. Да и... Да. Ты переехала в Москву как давно? Я переехала года два с половиной назад. Может быть, уже три почти. Как отнеслись твои родные, друзья? Как ты приняла этот шаг? Я всегда хотела переехать в Москву. Я жила в очень маленьком городе. И там мне совсем не нравилось. Ну, то есть, мне нравились, опять же, люди мои, именно моя семья. Нравился простор, раздолье деревенское. А все остальное как-то, вот отсутствие инфраструктуры, развитие, перспектив абсолютно. Поэтому мне пришлось уехать. Я сначала жила в Петербурге, потом, наконец-то, перебралась в Москву. Ну, что-то у меня никогда не было сомнений, что у меня все получится, и все будет хорошо. Что не сдрефило, в общем. А как родные и близкие отнеслись? Ну, как они могли отнестись? Да, путь-дорогу. Удачка тебе, Машуля, пиши звание. Положительно, поддерживали. Никто не сказал мне, стой, куда же ты? У тебя там все будет плохо. Думаешь ли ты кого-то из них перевезти в Москву? Потому что многие артисты, переезжая в столицу, там, да, если остаются какие-то родственники, особенно там взрослые, пожилые, хочется их к себе поближе. Все-таки здесь иногда и медицина лучше, скажем так. И все равно эмоциональное состояние, особенно там, бабушка, как я понимаю, еще здравствует ее, надеюсь. Да, конечно. Слава Богу, в твоей жизни здоровья. Тем более, если она тебя воспитывала, жила тобой, твоей жизнью отчасти. И, ну, то есть, понимаешь. То есть, думала ли ты о следующем шаге? Да, думала, конечно, но дело в том, что я не могу, как сказать, решить за нее. То есть, это все равно должна исходить инициатива. То есть, она не то, чтобы хочет. У нее же там есть еще правнуки, ну, то есть, еще какая-то жизнь своя, да. А я просто забираю ее, получается, очень эгоистично. Типа, привет, бабушка, я без тебя не могу, я перевожу тебя в Москву, будешь рядом со мной. Ну, то есть, у нее своя жизнь, свои дела. Я приезжаю, насколько это возможно, часто, делаю все, что могу. А вот как часто? Два-три раза в год. Маловато, ну, по-моему, это, ну, находится просто далеко. Да, ну, как далеко, вот это надо ехать, лететь. Да нет, недалеко, полтора часа где-то лететь. А, ну, в принципе. То есть, это возможно, у меня просто нет времени, ну, в графике, редко бывает. Я приезжаю на день рождения, на Рождество, и еще один спонтанный раз когда-нибудь в году. Такой вопрос, ты сказала про Рождество. Вообще, в будущем есть ли у тебя какая-то принципиальная позиция или мнение насчет того, что там, например, есть семейные праздники, лучше их отмечать вместе. Артисты уровня, там, Лолиты, например, там, да, они стараются отмечать, например, Новый год в семье. Потому что они, там, или Киркоров, там, в последний раз заявил, что я заработал столько, что могу позволить себе отказаться от любых сумм, там, и так далее. У тебя сейчас пока, то есть, какая позиция? Я еще не заработала столько, да, как Филипп Киркоров. Поэтому, нет, я пока поработаю, пожалуй. У меня еще позволяет здоровье, и еще есть энтузиазм. Поэтому, да, я тоже считаю, что это семейный праздник, но пока есть возможности. Отдыху на югах, на морях, и ты предпочтешь визит к родным? Или в зависимости от ситуации? Не бывает такого, чтобы я должна была выбирать. Ну, у тебя неделя в графике выбирает. Вот такая, знаешь, и ты понимаешь, что ты устала, ты эмоционально выгорела. И вот здесь вариант, побыть с родными, подпитаться от малой родины, либо же, например, улететь одной отдохнуть, подумать, и ты понимаешь, что ты можешь написать, там, две каких-нибудь новых песни, потому что ты останешься на дне со своими мыслями. То есть вот такой момент. Наверное, я уединюсь, потому что все равно какого-то энергетического ресурса требует присутствие дома. Это не то, чтобы похоже на отдых. Там же нужно, ты приезжаешь, и все хотят с тобой общаться. Веселье, праздник. Да, веселье, все время праздник. Ну, то есть нужно быть наполненным для того, чтобы поделиться с людьми этой энергией. А если я все, как бы, то смысла нет. Ты начала писать тексты очень рано, там, в числе не в 3-4 года, в 5. Нет, в третьем классе. А, в третьем классе. А потом ты, у тебя была пауза, видимо, обучение музыкальной школе, и ты как-то осознанно уже вернулась в 21 год к этому процессу. Так, по крайней мере, было написано. Вот расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты, сохранились ли какие-то записи тех самых твоих первых стихов? Сохранились. Я снимала как-то это в сторис, в инстаграм. Приезжала домой, открывала личный дневник, вела с 3-го класса личные дневники. И туда, значит, записывала эти замечательные стихи. Но они забавные, на самом деле. Там есть структура, рифмы, то есть размер. И я такая думаю, вау, ничего себе, даже смысл какой-то такой. Философский, не все про любовь. Ты хочешь, чтобы я прочитала? Я не помню просто. Нет, не то, чтобы прочитала, а о чем они были, то есть их настроение. Помнишь ли ты? Потому что все-таки это же важно. Ты, наверное, понимаешь сквозь это свое психологическое тогда состояние эмоциональное, детское. Про любовь у меня был стих, про то, что судьба от любви не ломается, что-то такое. Про друзей, про то, что, типа, друзья важны. И что-то было про смерть. У меня был там стих про смерть, что-то вроде «я умру, и никто ее не вспомнит, я умру, и никто не всплотнет». Вот такое, ну то есть, разное. Ну просто я еще читала такую пафосную литературу. Ну это очень показательно, то есть ты уже в детстве думала о том, чтобы оставить какой-то след. Может быть, да. А может быть, меня просто подсовывала бабушка все эти томики, знаешь, блока. Она очень сама человек начитанная, она постоянно давала мне пищу для размышлений. Я много читала, особенно стихов. И, наверное, там вот все эти темы вечные были частыми, поэтому я перенимала это. Мой детский мозг что-то там про себя надумывала, писала это в свой дневничок. А пробовала ли ты использовать часть этих стихов в своих писях? Ну нет, конечно. Почему? Ну а каким образом? Они все равно по-детски наивные, то есть... Ну в этом же и кайф. Это ты еще, которая не, знаешь, без одежды, скажем так. Ну может быть. Наверное, должна быть какая-то тематика, определенный контекст, чтобы это использовать. Потому что просто так в свой какой-то новый трек впихнуть строчки оттуда, я не представляю реальному, если честно. Может быть, какой-то припев такой легкий, наивный. Может, не знаю, посмотрим. Потом ты вернулась к этому уже в 21 год. Да. Что сподвигло тебя? Помнишь ли ты этот триггер? Это больная любовь или положительные эмоции? Или... Ну что заставило тебя сесть опять к тетради и начать писать? Какие-то, наверное, переживания я переживала. Не знаю, если честно, не так плохо помню обо всем этом. Скорее всего, любовь. Скорее всего, вот этот вот переломный момент, когда я заканчивала институт. И мне нужно было определяться вообще со своей жизнью, куда дальше ехать, что делать. Ничего особо не было, никакого понимания абсолютно. Ну, я хочу пить. И что? Это было странно. Что я еще умею? Писать. Попробуем написать. О чем думаем? О любви. Садимся, пишем. Ну, то есть, вот какая-то такая схема была. На ком ты росла? На какой музыке? Что воспитало твой музыкальный вкус? И твои навыки писать стихи? Потому что тоже важно. Глагольные рифмы, например, как мне объяснял Константин Шатайович Милогладзе. Привет вам. Который был моим продюсером. Не суть. Он объяснял, что глагольные рифмы сразу делают произведения дешевле на много-много пунктов. То есть, я пришла, ты ушел, не нашел и так далее. Вот он мне это вложил. Ну, ты с чем творчеством впитала, может быть, какое-то понимание правильности, ударений, каких-то ритмов и так далее? Плюс музыкальная, собственно, сама вот структура, творчество, направление, жанр. Каких музыкантов, исполнителей русских, западных ты слушала? Я помню, что в детстве я очень сильно хотела. Меня прям тянуло на русскую попсу, знаешь, руки вверх. Ну, опять же, мама, вот, кстати, ей большое спасибо за это. Она у меня не любила вообще, ну, и сейчас не любит это, соответственно, такую музыку. Она любит зарубежку всю, типа, зарубежные хиты 80-х. И вот у нее были такие кассеты. И я помню, мы пришли в магазин и говорим, мама, ну, купи мне там альбом. Руки вверх только вышел, где крошка моя. А она говорит, фу, какая чушь. И берет зарубежные эти хиты, и мы вот целыми днами гоняем эти зарубежные хиты. Я думаю, да господи. А в итоге, как мне кажется, я многих своих друзей, допустим, спрашивала, у которых такая, знаешь, подвижная мелизматика, какой-то голос такой, тембральный. Все слушали примерно одно и то же в детстве. Как это работает, я не знаю. То есть люди с такими, знаешь, тембрами прямыми, они в основном, их родители слушали рок. Люди с тембрами какими-то вот, они слушали что-то из Уитни Хьюстон, там, Марай Кэрри, я не знаю. Вот, это если говорить про музыку, прям в детстве. А если говорить про стихи, ну, это классика, опять же, это бабушка, которая совала мне Блока, Есенина, Пушкина и так далее. А современники, я очень люблю Полоскову, и мне часто пишут, что, типа, я пытаюсь ее, ну, знаешь, типа, ты копирка. Я думаю, ну, нет, мне просто очень нравится. Действительно, я вдохновлялась в какое-то время очень сильно, то есть я садилась, читала постоянно. У меня есть все ее книги, и это не то, чтобы я хотела бы, нет, я хотела бы быть похожей, но не в том плане, что... Нет, ну, мы в любом случае вдохновляемся чем-то творчеством, добавляем своего, и, как бы, да, образуется наш материал. Как ты училась в школе, помимо твоих занятий музыкальных, на которые, да, были сделаны акценты, ты сейчас упомянула, что там классика, да, школьная литература, бабушка, которая тебе невзначально подкладывала. Как ты училась в школе, были ли какие-то проблемы? Проблемы у меня были, естественно, потому что я постоянно, во-первых, отсутствовала, меня возили на всякие конкурсы музыкальные и так далее. Я изначально знала, что я буду делать по жизни. Вот я приходила, говорю, я буду петь, отстаньте от меня, пожалуйста, с моей химией, нафига она мне нужна? Вот такой я человек была. Я очень... Мне сейчас действительно интересно. Вот если меня сейчас посадить за парт, то я бы выучила и химию, и физику, мне так любопытно. Но у меня уже нет на это времени. Поэтому, ребята, учите, потом реально будет классно применять эти знания. Я просто ноль в этом. И тогда из-за своего юношеского максимализма я очень много упустила, потому что я просто, ну вот, дух противоречия. Не буду. Не буду, потому что я буду певица. Ну, оно как бы да. Но зачем было, ну вот, конкретно вот с таким вот отвращением относиться к предметам, не знаю, до сих пор непонятно. Поэтому в школе, да, были проблемы. Я училась не так, чтобы хорошо. У меня были пятерки по литературе, русскому языку и по всем гуманитарным предметам. Все остальное сформало. Физкультура, возможно? Там домоводство какое-то. Физкультуру я вообще не ходила. У меня было плохое зрение. И я помню, что так мне не нравилось, что я просто умоляла меня освободить навсегда. И меня освободили. То есть я не ходила вообще на физру. Так, сейчас женская аудитория официальной группы Монстр на ВКонтакте тебя съезда. Слова я никогда не занималась, не любила спорт. Ты красотка. Да нет, нет, нет. Физра же в школе, она, это не то чтобы спорт. Она отвратительная. Она еще и унизительная. Там нужно надевать школьную форму, потеть всем вот этим пубертатным стадом. И люди воспринимают друг друга как бы конкурентами. И ты, то есть если где-то облажался, так все. Не очень приятно. Согласна. Ну то есть физра нет, технологии тоже шить я не умею. Любила читать, любила слушать музыку, естественно. И все, собственно. У тебя был, я так понимаю, запасной аэродром или вариант, или думала ли ты о том, что все-таки положив все карты на этот, да, стол музыкальный, скажем так, да, что ты будешь заниматься музыкой. Думала ли ты о том, что мало ли что-то пойдет не так. Вот не дай бог, в какую сторону свернуть, но ты преподавала уроки вокала, что меня тоже удивило и обрадовало в 16 лет, по-моему, и во сколько тебе даже даже класс. Как это произошло? Почему это случилось? То есть это стремление заработать какие-то первые деньги? Или это опять же размышления о том, а что я могу делать в случае, если не музыка? И такая, о, все равно музыка, но вот туда. Как это было? Боялась я, на самом деле, этих мыслей. Они были 100%. Типа, ну, если у меня не получится, я всегда могу преподавать. Не мое это изначально было, наверное. Хотя получалось нормально. Почему я этим занималась? Потому что моя преподавательница увидела во мне потенциал, значит, преподавательский. И в какой-то момент такая, слушай, Маш, я вот сегодня, наверное, не смогу, а можешь ты там, пожалуйста, в мою группу малышей провести занятия? Я думаю, да, почему нет? Могу, мне интересно. И вот, собственно, с этого и все началось. Ну, оно так же быстро и закончилось. Могу, мэригу. Ну, это тоже показательно. Значит, ты была прилежной ученицей, значит, она могла тебе доверять. Ты ответственная. До сих пор это сохранилось в тебе. Да уж. Но ответственно, мне было интересно. Если есть интерес, если есть мотивация, конечно, ты горишь этим, ты идешь, ничего не пропускаешь. А на кого ты ориентировалась, хотела, может быть, быть похожей? И кто был твоей моделью ролевой? Слушай, никогда у меня не было особо кумиров, ролевых моделей. Хотелось быть. Хотелось в себе что-то такое воспитать, знаешь, не ориентируясь ни на что. Ну, ты смотрела же, может быть, какие-то клипы, которые раньше были, там, с расческой возле телевизора ходила, пела как-то. У меня была история, когда моя сестра, моя сестра, люблю ее безумно, она дико фанателась Бритни Спирс. Это в те годы, когда на MTV еще шло шоу про нее в реалити. И мне было так обидно, потому что мне тоже нравилась Бритни Спирс. Но я же не могу любить, как она Бритни Спирс. Это получается, что я пытаюсь под нее косить. Ну, то есть мне нужно было выбрать себе другого кумира, и я выбрала себе Кристину Агилеру. Ах, конкурентки там, конкурентки тут. Ну, и, в общем-то, сделала вид, что мне очень интересно, хотя подглядывала все равно за Бритни. Потом уже, когда я подросла, я поняла, что технически и вокально Кристина Агилера, конечно, делала Бритни Спирс 100%, но почему-то на тот момент малышами мне казалось, что вот Бритни круче проект сам, проект. Да, согласна. Как Ольга Бузова, условно, там, и Юрия Началова. То есть, условно, Ольга Бузова это проект, грамотно сложен, да? Хорошо, первый свой хит, скажем так, который ты написала и поняла, что это то. О, или, ну, то есть, та песня, с которой все началось, ты поняла, что, окей, музыкой я хотела заниматься, но это требует сил, времени, там, вложений, денег, не знаю, все что угодно, да? И вот я написала песню, а может быть, тебе кто-то по фокус-группам, да, среди знакомых сказал, так, из десяти человек, восемь сказали, что это интересно. И ты такая, ну, все. Я, на самом деле, ну, писала песни, которые первые самые, они далеко не хиты абсолютно, и так они и лежат у меня в столе. Первая зашедшая хоть кому-то песня моя была года два-три назад, собственно, когда мы и появились, ну, несколько человек мне сказали, прикольно. Ну, наверное, да. И все, ну, и мы выпустили ее. С этого все и началось. Все так, чтобы я сидела, и такая, ну, вот это я сто процентов написала хит. Такого у меня не бывает, и я, если честно, такой подход не очень понимаю. Знаешь, когда тебе друзья скидывают каждый свой трек, такие, это хит, послушай, это хит. Думаешь, даже сколько у тебя хитов, чего факт. Ну, то есть, у меня другое отношение к этому. Я стараюсь сделать... Не занимаешься самолюбованием. Да, я стараюсь сделать, выпустить, а потом уже решить по результатам, как. То есть лучше сделать и жалеть, чем сделать и жалеть. Да, что-то в этом вроде. Хорошо, вот ты стала выходить на профессиональный уровень. Приехала в Москву, и, так понимаю, из Москвы все началось. Как ты искала команду? Есть ли у тебя продюсер, какой-то, не знаю, инвестор, спонсор, кто угодно, человек, который там услышал, сказал, о, там, звукозаписывающая компания, все, как ты к этому пришла, какие двери ты, какие пороги ты оббивала, сколько на это время ушло? Сколько, два, ну, два с половиной года, вот сколько я в Москве, собственно, существую. Мне повезло с мужем, во-первых, потому что он занимался другой деятельностью, но мне удалось завлечь музыкальный бизнес, а у него с бизнесом все хорошо. То есть если бы я одна занималась своим проектом, то у меня бы ничего не получилось, сто процентов, потому что я, ну, простофиля, меня очень легко обмануть, я совершенно не умею читать контракты, и, наверное, я бы в какую-нибудь мутную схему залезла и вот так бы и сидела там. А благодаря Диме мне получилось как-то вот обойти все эти острые углы, заполучить Warner Music Distributory. Там работает мой друг Макс Ворошилов, привет! Вот, и, собственно, выстроить какие-то такие очень теплые рабочие отношения. Собственно, большая команда работает над моим проектом, тем не менее оставляя мне очень большое поле для творчества, то есть никто не говорит мне как, что, куда. То есть это очень приятно, очень здорово, и я очень довольна этим. Супруга ты встретила в Москве? Нет, в Петербурге. В Петербурге. И вместе вы переехали сюда? Я переехала одна, и он за мной потом подтянулся. Какой у тебя классный муж! Слушай, таких надо поискать. Как велись эти разговоры, может быть, поэтапно? Ты объясняла, что ты хочешь заниматься только этим и так далее. Пропросил ли он как бизнесмен от тебя бизнес-план? Знаешь, иногда бывают такие ситуации у меня тоже, знаешь, там подруга хотела открыть магазинчик или салон красоты, и я ему уже говорю, так, принеси мне бизнес-план, уверенный в том, что просто на этом этапе она такая сядет, скажет, ой, эти цифры, эти таблички, эти так далее. У вас как это было? Достаточно было ли вербального только обсуждения? Или все-таки ты должна была как-то убедить его? Убедительно было то, что уже на тот момент я что-то писала, с кем-то сотрудничала, и кто-то уже предлагал мне какие-то не очень хорошие темы. А, и он такой стал думать, ну, сейчас вляпывайся. Я приходила к нему, я говорю, а как ты думаешь? Ну, это полная чушь, конечно. Знаешь, как надо? И все. И вот из-за этого, собственно, он перечитал кучу нехороших контрактов, видимо, что-то понял, и мы стали искать свой путь. Он сказал, зачем заниматься и зачем кому-то отдавать проценты, за работу, которую они никогда не сделают, в принципе. Если можно, попробуем заниматься этим самим. Вот. Мы занимаемся. Есть ли какая-то отправная сумма старта проекта? Я имею в виду, там, типа, знаешь, ну, там, купили телефон, начали снимать на мобильник, какие-то там, не знаю, фильтры. Ну, ты знаешь, там, кто-то говорит, вот я записал песню там, зиверт, 100 тысяч рублей там потратила на запись. Да, то есть в среднем это запись песни, по-моему, с пятого или четвертого трека зашла, скажем так. Ну, там, плюс клипы какие-то, то есть еще что-то. То есть кто-то говорит, что вот там мы потратили там столько-то. То есть та сумма, с которой можно, скажем так, да, стартануть для наших зрителей, кто, может быть, хочет петь, работая не в музыкальной сфере, там, не знаю, работаешь на заводе, откладываешь по 10 тысяч в месяц, вот ты за год накопила 120 тысяч, этого достаточно, чтобы там выпустить, не знаю, две песни, ну, к примеру. Да. Слушай, ну, во-первых, мне повезло, что мне было где записаться всегда. И тот факт, что я пишу сама себе песни, тоже очень экономный бюджет. Да, да, да. Очень сильно. Да, то есть у меня уже есть песни, у меня уже есть студия. Это минус расход, очень большой. Получается, что мне по факту понадобилось на первый свой трек только 30 тысяч рублей, и мы вложили в таргет, в рекламу, и все. На первый клип мы потратили, не скажу, сумму, наверное, побольше, значительно больше, и это были в основном, это Дима машину продал. То есть нам пришлось, нам пришлось вложиться в этот бизнес, как бы, чтобы он потом заработал на нас. Ну, это крутая история, это показательная история. А ты давала ли себе такую внутреннюю, знаешь, ну, как зарок? Бывает такое, я не говорю про данную ситуацию, но вдруг. То типа, вот если вот так, то я посмотрю. То есть было ли у тебя такой внутренний вопрос, что вот если этот человек сейчас поступит, проявит себя вот таким образом, значит, я пойму, что я для него там важна, что я вот поступлю так. А если он там свернет, то я буду относиться, может быть, более осторожно, я буду понимать, что там эти отношения, может быть, недостаточно пока там про прочно, или как-то так, то есть было ли что-то такое? Нет, ну, то есть это настолько было все органично и по обоюдному желанию и согласию, что сомнений никогда у меня не возникало. Да и у Дима, собственно, не давал повода сомниться. Он бы четко знал, что делает, мне не приходилось уговаривать, давай ты продашь, у меня с ней у меня клип. Это была его инициатива, в общем-то. Ну, это хорошо. Это очень хорошо. А как это было? Ты ему объясняла, что там, Дим, ты подумай, пожалуйста, я тебе не обещаю, что все получится, или он это там тоже понимал. Или ты говорила, там, знаешь, на эйфории, Дима, все будет круто, я тебя обещаю, я тебя уверяю. Знаешь, такой пирамида финансовая условная. То есть как это было? Вы оба безумно верили. Или вы понимали, что это шанс, это там риск? Да, конечно, но риск 100%, мы это оба прекрасно осознавали. Просто идея была настолько, мы снимали клип на «Песню папы», и идея была настолько важной для меня лично, что отложить ее на потом просто было невозможно, потому что, ну, вот она сейчас актуальна, и мне сейчас нужно снять этот гребаный клип с этими гребанными актерами, и нужно, чтобы обстановка была вот из 90-х. Ну, представляешь, что такое снять там на вот эти вот копеечки, реквизит, да, костюмы, вот эта вот атмосфера, как его создать за какие-то там гроши? Это очень сложно, но очень важно было. Поэтому мы рискнули. Ответь на вопрос, который интересует наверняка и наших зрителей. Сейчас ты вернула деньги в машину? Конечно. Да, то есть твоя творчество уже позволила? Да, 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 уже окупила, естественно, да. Ну, это здорово. Ну, кстати, не такой... То есть два с половиной года, да? Два с половиной года. Ты окупила вложения, которые были? Да, уже давно и очень сильно мы в прибыль. Слушай, ну это очень здорово, конечно. Так, ты была еще замечена в кастинге? Да нет, не говори. В серебро. Ты хочешь про это спросить? В серебро и еще в голос. Ах, ну про серебро на каждом интервью. Про серебро это был момент отчаяния такой? Да нет, меня на каждом интервью спрашивают, а я все время отвечаю. Я не участвовала в кастинге, никогда. Я попал в эту ловушку тоже. Да, это ловушка. То есть это... Но к Максиму Фадееву ты как относишься? Потому что там было написано, что ты пошла в серебро из-за того, что ты очень интересовалась, тебе нравилось творчество и деятельность Максима Александровича как продюсера. Нет, не очень. Там так это аргументируют, поэтому я спрашиваю. Мне очень нравится Фадеев как музыкант, как композитор. Я очень уважаю его творчество. Как продюсер я просто не знакома с его методом работы, поэтому я ничего не могу сказать. Наверное, он как музыкант, это отдельная фигура. Ну, конечно. Конечно, он такие гениальные песни выдавал в свое время. Да и сейчас, наверное. Ой, он потрясающий. Голос. Проект Голос. Голос ходила, дважды ходила, дважды мне сказали, до свидульчки. Ну что ж. А как-то конкретизировали? Нет, там же такой поток, что на конкретику не остается времени просто, и тебе говорят спасибо. Ну ты дошла до какого-то... То есть просто... Нет, нет, просто отборочные. Хором там поют или по одному? Нет, нет, по одному человеку, там по десять человек запускают в студию, и по одному выпускают, собственно, на суд. А что ты пела? Я пела... Агилетов? Да, мне казалось, тогда мне казалось, что вот я могу кого-то поразить сами, мелизмами, но на самом деле это неправда. Вот это я уже сейчас понимаю. Поразить кого-то в индустрии, наверное, можно только какой-нибудь классной песней, мелизмы. Ну то есть очень много ребят поющих, очень классно. Это сделало тебя сильнее, этот непроход в шоу? Или на какое-то время ты такая вышла, думала, господи, ну я такая лохиня, условно, нет? Да, так и было, конечно. Я вышла, я очень расстроилась, особенно второй раз. Первый я не рассчитывала ни на что. То есть первый раз я приехала, и ну совсем еще девчонкой, сколько мне 17 лет было, то есть я такая скованная. Понятно, что это же шоу, и нужно быть. А тогда я этого совсем не умела. И было не так обидно. Второй раз я приезжала уже взять реванш, и как бы там совсем все было грустно. Я вышла, и прям, мне кажется, долго была в апатии. Слушай, ну сейчас уже по прошествии времени, можно сказать, что это даже неудача, и пускай наши зрители, в том числе, естественно, не расстраиваются, потому что любая неудача направляет тебя все равно по твоему пути. Кто бы знал, что с тобой сейчас произошло, если бы ты попала тогда в проект. А сейчас мы переходим в рубрику «Фан-фанты», которую мы изначально анонсировали. Итак, за что проголосовали наши дорогие зрители в официальной группе ВКонтакте, Муз-ТВ. Итак, третье место. Забывало, значит, вариант пропеть забавные фразы, которые оставят в комментариях наши зрители. Это третий вариант, почти 20%. 28,5% пропеть объявления станции в метро. И главный, конечно, и победитель, наша любимая рубрика, которую обожают поклонники популярной музыки, сыграть в игру было не было 56,66 соток. Итак, у меня есть некий пул вопросов, они достаточно короткие, ты можешь отвечать немножко развернуто, если хочешь становиться. Итак, было, не было, чувствовала себя звездой? Да. Когда? На концерте своем, имею право. Самостоятельно стриглась? В детстве челку, да. Рассказывала чужие секреты? Никогда. Какая ты боевая подруга хорошая. Я могла быть кем угодно, но крысой я не была никогда, ребят. Уезжала в депо в метро? Нет, нет. Была фанаткой какого-либо артиста? Да, конечно. На чей концерт ходила? На Беляй лишь ходила в Москве. О, серьезно? Да, я, я плакала. Ну, то есть, настолько мне эмоции переполняли. Путешествовала автостопом? Нет. Плацкартам? Плацкартам, конечно, постоянно. О, наша любимая. Переживала творческий кризис? Да. Обычно когда это происходит? Обычно, когда ничего не можешь написать долгое время. И из-за этого еще больше загоняешься. Страшное дело. Покупала китайские подделки брендовых вещей? Чтобы конкретно захотеть, там, Гуччи пойти на садовод, такого не было. Но, мне кажется... Ну, в детстве, в молодости, в юности. Да, совсем в юности. Рынки-то, конечно. Так у нас в похвестном был один рынок, и там, знаешь, вообще не было такого. Там были вещи какие-то такие, даже без брендов. Ноунейм? Ноунейм. Случайно отправляла откровенные фото не тому адресат? Нет. Всегда тому. Всегда туда. Правильно. Глаз наметан. Забывала о своем выступлении, не приезжала туда или сильно опаздывала? Сильно опаздывала, бывала. Ну, чтобы я не приехала, нет. А что может доставить тебя опоздать, молодую артистку, которую должны ждать? Ну, обстоятельства. А вообще, на сколько можно концерт задержать? Концерт? Свой? Ну да. Свой можно и на часочек, если уж приспичат. Там же люди, они... Слушай, хорошие у тебя поклонники, которые готовы ждать. Ну, это не желательно. Потом они не придут в другой раз, скажут, ой, точнее, вовремя не придут, скажут, да, по-любому час будем стоять, будут все время опаздывать так же, как я делаю. Итак, мне кажется, ты блестяще справилась с ответами на вопросы, прекрасно справилась с фан-фантами, было или не было, ответила. А сейчас мы вернемся к рубрике лайк от звезды. В нашем инстаграм мы выложили фотографии, ты в начале нашего лайф-видеочата оставила смайлик, эмодзи, которая что-то с тобой ассоциирует, у тебя же. И зрители писали свои комментарии, сейчас мы посмотрим, ты можешь зайти, у тебя телефон с собой? Да, у меня он там. Так, надо, чтобы кто-нибудь может быть... Ладно, сейчас я тогда зайду, покажу тебе, но тебе надо будет все равно со своего аккаунта написать победителю какой-нибудь комментарий к последнему посту, что-то жизнеутверждающее. Хорошо. От Мэрегу, которая, собственно, сама завоевала, ну, с помощью супруга в том числе. Так. Итак, держи, смотри, листай, интуитивно выбирай. Я пока возьму... Эх, вы! А что, если его не будет? Просто это мой любимый вопрос. Ну, тогда максимально, может быть, близкий к этому. Нам пора психологу уже штатно возводить, который будет рассказывать, почему, как, собственно, соотносится внутреннее состояние человека по смайлику, который он выбрал. Ну что ж, его нет, я выберу тот, который мне нравится тогда. Давай. Мне нравится, ну, не сказать... Сейчас, секунду, да я покажу тогда. Вот, что нарисовала. Это цветовочек, ну, розочек. Есть, серьезно? В общем, вот такой... Так, читай, что за никнейм? Сеня Ар 21. Так, телефон нам, пожалуйста, Мэри в студию. Если кто-то может нам сделать это, пожалуйста. Очень просим, очень просим. А, Сеня Ар просто, да. Она... Если у нас правило один комментарий, один смайлик, она просто стала бить... Ну, молодец, настойчивая. Почему бы и нет? Так, заходим. Аккаунт, я надеюсь, открытый будет? Да, аккаунт открытый. Лайкаем последние три фотки. Она твоя поклонница. Я так понимаю. Слушай, а я мне кажется... Да, потому что у нее фотографии с тобой. Последняя от три дня назад. Мы пропустили человечка. Какого? Я пропустила. Вот здесь есть... А, нет, это новый комментарий. Все, мистер Уманов, ты пропустил. Ты опоздал. Ты опоздал. Да, конкуренция живая. Так, мне нужно лайкнуть. Три последних поста лайка и... Ну, они все с тобой, слушай. Ну да, очень удобно. И комментируй тогда последний пост, который вот выложен. Классно. Меня сложно... Сейчас прочитаю. Меня сложно сделать счастливой, но эти прекрасные человечки смогли. Красота. Все, я оставила ей сердечко. Оставила комментарий. Ну что, у нас есть волшебный блокнот, про который я тоже говорил вначале, анонсировал. Здесь свои комментарии, пожелания, заряженные на успех, позитив, оставляют разные артисты. Кто бывает у нас, теперь очередь твоя, держи. Ищи свободную страницу. Краткостью строка таланта, потому что наше время подходит к концу. Поэтому что-то, что бы ты хотела передать во вселенную, человеку, который получит этот альбом. Что-то, может быть, что тебе помогло. Какая-то, может быть, мудрость или какой-то, опять же, знаешь, там, типа никогда не сдавайся. Ну, знаешь, рано или поздно все сходится к тому, что все-таки истины, а не простые. Все-таки, типа, знаешь, есть талант, но работоспособность никто не отменял. Ну, и почерк у меня, конечно. Как у врача. Все? Ты же врач, ты же лечишь душ. Душ, конечно, как это непафосно звучит. Итак, вот, можем ли мы зачитать, что оставила Мэри? Или все-таки это будет тайной для того, чтобы ты палачь? Если ты сможешь прочитать. Я, наверное, у меня такой же пучечный. А, хорошо. Да, все очень хорошо. Ладно, оставим это в секрете. Я благодарю всех зрителей, наших преданных поклонников, лайв-видео-чата на Муз-ТВ, в официальной группе ВКонтакте. Следите за анонсами, там мы обязательно заранее оповещаем, кто будет гостем в нашей студии. Мы благодарим, конечно, Мэри Гу, которая сегодня посвятила нам час своего времени, ответила на мои вопросы. Не забывайте заходить в Инстаграм, официальный телеканал Муз-ТВ, активными участниками, будьте процессы, потому что, как показывает практика, везде нужно быть активным гражданином. Везде, а в музыке тем более. Поэтому артистам нужна ваша обратная связь, нам нужна ваша любовь, поддержка и критика, возможно, какая-то. Спасибо тебе большое, Мэри, за то, что ты была. И твои секунды, что ты хочешь сказать зрителям? Я хочу сказать, смотрите Муз-ТВ и слушайте хорошую музыку. Ура! Спасибо огромное! Спасибо вам! Мы закончили. Музыка 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 Музыка